Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это будет сетевая игра в Age of Empires 2 High Definition Edition. В общем, после обзора игры, я решил для вас ещё записать и сетевую игру, чтобы больше заинтересовать. Сразу предупреждаю, я фиговый игрок в real-time стратегии, потому что, ну, не настолько я быстро реагирую, понимаете, я там и в доту не играю, поэтому... Да нет, в доту я не только поэтому не играю, но смысл в том, что у меня всё-таки больше пошаговый, так что не ждите тут какой-то офигенной игры от меня. Просто показать, как проходят сетевые игры. И вот давайте посмотрим, во-первых, как видите, игр дофига всегда, тут люди играют только в путь. Единственное, что в отличие от сывы, например, здесь в лобби вообще сидят все, поэтому вам надо обращать внимание, если тут отмечено место полное... Вот, например, видите, ES, да, то есть European Union, то есть для европейцев имеется в виду. Тут вот с утра сидят с Новой Зеландии, с Австралией, то есть понятно, что не стоит входить в те игры, созданные игроками с других континентов. Кроме того, новичкам я вообще рекомендую играть в командной игре, и тут как раз больше всего командных, и они самые интересные. Ну вот, давайте попробуем сюда войти. Вот тут видите, сразу перед ником написан рейтинг игроков. Он высчитывается в течение игр, и за счет этого, кстати, так как я играл во многих командных играх, где со мной в команде оказывались сильные игроки, несмотря на то, что я нуб-нубом, мне удавалось типа побеждать за счет них, конечно, и мне рейтинг добавлялся. Ну, давайте попробуем тут меньше. У меня 1580 где-то рейтинг, поэтому идти где вот 1600-1700, наверное, не стоит. Хочется вот командную игру именно вот, например, да, неплохая рейтинговая игра. Вот у меня 1581, 1581, а это средний рейтинг высчитывается. Вот почему, например, в циве-то не сделано, этот рейтинг не всунут? Ну ладно, не важно. Ну тут пока только два игрока. Так, давайте немножко обновим, может уже побольше было. Вот тут 3 на 3 или 4 на 4, тоже пока один игрок сидит. В темном лесу от 1600 и больше. Ну тут, видите, для более таких крутых ребят. Хотя уже пятеро сидит, может попробовать присоединиться. Может возьмут в команду. Хотя там написано, типа, чтобы рейтинг больше 1600 был. А у двоя сидят 1000 меньше, чем 1600. Так, теперь вам надо поставить случайную команду. Обязательно. Ну вот пинг. Пинг. Пинг нормальный, кроме как сатис. Ну, кстати, я играл с чуваком, у которого пинг и 400 был. Так, давайте я возьму гунов. Видите, тут надо не рандомную поставить, а выбрать. Давайте первую выберем. Почему они не хотят? Да, кстати, надо еще стандарт поставить. Черный лес. Сложность очень... Ну и сложность, как вы понимаете, тут не особо влияет. 300 населения. Карта нам будет вся открыта. Единственное, что нам не будет показываться, где люди находятся. Но это тоже не особо важно. Тут часто играют полностью открыто и не открыто. Ну вот пошла игра. Ну вот, видите, одинаковое очко в одних командах. Так, сразу начинаем с создания... В общем, тут нужно как можно быстрее создать себе экономику. Постойте, видите, лаги есть небольшие. Так, 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 так. Мы связаны дорогами, видимо. Вот один мой союзник. И вот тут второй. Так, начинаем сразу с добычи еды. Надо быстрее еще найти овец. Я сейчас медленно действую. Конечно, надо еще горячими... Вот еще овцы. Горячими клавишами пользоваться. Сосмотрим территорию, где еще овцы есть. Надо не забыть, когда выйдем в следующую эпоху, забрать святыню. Так, без... Считайте, мы на горячую клавишу поставим. Амарминду. Эмтин дичекч. Эмтин дичекч. А вот еще овца. Пока вначале начинайте с овец. Потом, когда овцы закончатся, переходите на фрукты. И только потом уже строите фермы. Так, где еще овцы? Уже больше нету. А, вот. Перейдем. Так, а в море у меня есть? Да, вот еще можно добывать. А вот еще овцы, блин. Но я на них доберусь только вырубив лес. Так. Нам нужно где-то крестьян 30, прежде чем переходить в следующую эпоху. Да, отлично. Вот можно будет тут построить... Мельницу как раз для будущих ферм. Отсюда можно будет... Так. Вот у нас и овечки. Так, пошли добывать. Соперники где-то тут. Вот это их дорога. Вот тут соперники, тут мы. Нам надо будет перекрыть вот тут... Стенами. Так. Забываем. Ну и, соответственно, рыбу тоже надо пораньше начать. Потому что это-то никуда не денется, и фермы никуда не денутся. Так, давайте как бы двоих вернем с овечками разбираться. Так, 13. Опять вот. Это соперник, по-моему... Нет, это я. Это я. Так. Теперь можно и лес построить, вырубать. Давайте-ка, наверное, вот тут. А, нехватка древесины. Отлично. Мотчен. Пилимбайн. Мотчен. Скаку. Посмотреть, что тут мой союзник делает. А, ну-то он добывает. Тут тоже правильно. Всех. Захар. Мотчен. Наверное, с этой свинкой тоже надо разобраться. Мотчен. Мотчен. Так. Ну, давайте, наверное, сбегаем, глянем, что тут у соперников. Вот. Давайте как-то так, чтобы не напали. И построим здесь лесопилку. Так, давайте нападем на свинку. Отступим. Он за мной погнался и добьем. Уходим, уходим. Из-за лагов? Так, тут уже построили стены. Ну, кстати, хорошая идея. Надо и мне, наверное, построить. Так, тут прохода нету вообще. Уже кто-то в следующую эру прошел. А, только тут проход. Ну, вот тут надо построить стену к синему. Так, ребята, а эти давайте на оленей. Так, тут они мешают друг другу выходить. Так, так что пускай. Так, немножко туплю. Порезахтин. Сколько? Четверо. Пятеро. Пускай тут вырубается. Пускай тут вырубается. Амарминду. 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 Еще шестеро. Так, нормально. Эти все пускай добывают еду. Четверо. Амарминду. 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 Четверо. Четверо. Блин, да. Извиняюсь. Так, убили мы тут волка. Все, будут добывать. Ну все. Видите, тут перекрыто. Надо вообще вот тут мне следить. Могут вырубить лес и тут пройти. Такая игра на развитие. Цехар. Цехар. Все, и мы переходим. Ну я, видите, самая отстающая пачка. Так. Патрулировать будем. Так, все в работе. Эти ребята-охотники могут заканчивать. Давайте-ка строить фермы. Так, что тут с ловлей у нас? 20 осталось. Так, достаточно. Перешли в эпоху. Так, этих перекидываем. Сюда уже лесом заниматься. Достаточно вырубки. 7, 8, 9, 10. Где он хочет, чтобы я стену поставил? Тут? Они думают, они с нубом играют просто. Но они правы. Что уж тут скрывать. Так. Нифига, не пользуюсь горячими клавишами. Так, б, а не а, а, ф, надеюсь. Тоже а, два раза а. Тоже а, два раза а. Так, тебе надо построить здание, чтобы в следующую эру перейти. Кузницу и рынок. Так, кузницу тут, а рынок на дороге, потому что мы будем друг другу посылать караваны, когда золото кончится. Так, тут давайте еще ворота. Поставим на всякий случай. Так. И добыча камня. Быстрее, чтобы дерево добывалось. Чтоб дольше работали. Фермы, золото и камень. Так, все, можно в следующую эру переходить. Так, надо найти рынок у синего и зеленого. Так, вот тут мы сделаем еще замок. Сложнее было пройти к нам. И подрой. Что, кстати? Блин, не видно, что тут. Ладно, давайте поставим... Добычу пока. Добычу пока. Где нападение, я не пойму. О чем столько городских центров поставил? Я такого еще не видел. Многое так было. Так, вот, чтобы ферма не истощалась, тут можно вот так вот в очередь ставить. Ну, соседи будут все равно истощаться, но сразу будут их использовать. Так, рынок построен. Давайте-ка камень добывать. Так, и мне можно прокачивать все к конным юнитам. У меня конные юниты будут главной действующей силой. Так, я в замковой эре. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ребята, а где ваши рынки? Ратуша. Видим, бань. Фур хочу. Камни, весопилка. Лук. Так, давайте церковь построим, чтобы святыню сюда занести. Камень добываем. Камень добываем. Камень добываем. Камин бань. Сахар. Камень добываем. бараки построить маловато у меня дерево добывают так просто вот на истощившуюся ферму надо кликнуть восстанавливается теперь можно конюшню бахнуть ну вот тут у нас будет такая легче место скорее всего где могут соперники пройти тут мы еще замок поставим пользуйтесь 2gis для выбора товаров и услуг аптеки магазины маршруты и другая детальная информация о городе подробнее на сайте 2gis.ru 2gis если быть точным немножко улучшим наших крестьян видео мне опять повезло в сильную команду попасть что я самый худший из них вообще самый худший опять из всех по очкам так монах забираем святыню боже штун казармы а зачем так вот он делает типа чтобы сохранить просто вот интересно как найти когда играешь чем хороша здесь в данном случае игра за команду что ты можешь быть в одной команде сильными соперниками и собственно среди чем он у меня уже побежали караваны не у меня моих союзников ко мне побежали караваны мне тоже надо сделать караваны кстати четыре пять шесть 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 пока она рвана зацуки наш соперник уже в имперской эпохе где коралл где рынок он зеленый там бегу я не вижу точно дуги ну вообще чем дальше рынок тем выгоднее поэтому надо рынок зеленого найти к нему отправлять вот отсюда они бегают блин чувак где твой рынок вот он вот даже два рынка отлично что говоря не знаю выгоду в двух рынках фига чувак у меня замок строит зимон понял что я нуб и мне нужен замок за их и я кличненько теперь давайте на зону жду его отправил переходим в имперскую эру по максимуму фермы забахаем может убить его хотя я еще в таком выгодном положении знаете когда ко мне помню хуже всего добираться из всех вряд ли на меня хотя могут и сорев посмотреть по мне наверно было тоже дальше тут смысл в том что чем дальше рынке вот поэтому и я понял зеленый поставил как можно в сторону то есть и мне надо было рынок ставить и тут например а вот тут как можно было дальше расстояние чем дальше расстояние тема так все тут они выработали весь ресурс вот тут еще у нас жрачка давайте троих хочу ничего чувак тут у меня делает все обстраивает замками и казармами так он видимо решил что я полностью отмороженный а вот рынок синего вот видите куда он как он далеко поставил чтобы именно больше приносить ясно надо было еще универ построить этим бане бардах чем эти Исследую только на кавалерию Все, потому что я собираюсь Только кавалерийские Юниты строить Так Тут я все исследовал У меня фермы Добыча камня Крестьяне наносят Это нафиг надо Юниты создаются быстрее на 33% Это надо Так, универ построен Все здания прочнее Цехер Орхач Мне нравится, как синий меня оберегает Прям приятно находиться в игре Когда от тебя ничего не зависит Когда ты в игре С более сильными товарищами О Так, синий Тут кто-то Красный стоял Как я понимаю Они тут собираются Атаковать, видимо Опаньки Опаньки Че началось Партихчун Блин, катут Партихчун 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 Да ладно, вообще, что, мне никто помогать не собирается, что ли? Ну? Понятно, синий сдался. Ну, типа, написала команда нубов и сдался. Да и почему тогда вот это все строилось, никакой армии тут не было ничего. Это, конечно, нуб, так а где его армия? Ну, все, это проигрышки вообще. Вот так. Смысл в том, что я очень медленно развивался, что это медленно делал. Тут чуваки, конечно. Тут уже без вариантов. Самый сильный игрок у нас просто вышел зачем-то. То есть он... Ну же тут строилось, что ли? Нужели никак невозможно было дальше пройти? Ну, в общем, вот такая веселая, быстрые партии обычно в командных играх происходят. Единственное, что я, конечно, очень слаб в этой игре. Чувак, столько построил он этих бараков. Непонятно. Ну, ладно, можно сдаваться. Так, мы посмотрим... Посмотрим графики еще. Ну, что там, зеленый сопротивляется? Он на зеленого просто не нападает. Они зеленые. Они зеленые, прям зеленый нападает. Зачем синий душевый, я не понимаю. Зеленый как раз голубенького продавил. Ну, забирает армию, все у него бучем. Я-то сдался, потому что мы тут уже вынесли все. Ну, я как-то и не воевал особо. Бездарно все. Послевал. Смотрите, синий понафигачил сколько рынков. Да, ну, зеленый, по-моему, раскатал. О, 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 о. А этот, синий зеленый. Да, это. Он от всех защитился тут. Давайте понаблюдаем за... Вот, правда, желтый уже тут. Уже желтый в тылу у зеленого. Синий хочет до конца заиграть, чтобы победу полную. Ну, плюс качкам получить. Хотя зеленый вы уже раскатал. Сейчас и зеленый сдаст. Суровый побоище. Куча лесопилок, видите, строится все время ближе, ближе, ближе к лесу. Чем я тоже не занимался, нифига. Интересно, много бараков, наверное... Ну, понятно, чтобы быстрее строить юниты, но и... Чтобы быстрее что-то там исследовалось у них. Но мне тоже надо было и больше конюшен построить, и больше замков. Все понятно. Видите, желтый пока на первом месте. Один. А, это желтый, зеленый. У нас зеленый. Не хочет сдаваться. Ну, смотрите, он отбился от желтого, кстати. Зеленый-то отбился. Правда, он и перестал нападать на голубого. Правда, и голубой же ничего не делает. Видимо, просто юниты стоят. Он, видимо, решил, что его снесли. Просто не хочет из игры выходить. Не знаю, почему желтый вот атакует с этой стороны. А не через голубого, например. На меня? Нафига желтый на меня напал, если я уже вне игры. Универман остался. И то, так как я сдался, я уже ничего не мог делать в игре. Еще красный и ничего не делает. Вообще, вон, красного стоят юниты, и все. Один. Такой, чем зеленый, борется. Все, походу. Тут уже точно продавил. Желтый. Вот ратуша. В общем, две ратуши осталось у зеленого. Хотя не знаю, когда тут игра решает, что... По-моему, тут не до последнего юнита битва. От всех крестьян, все юниты. Ну, не знаю, ладно, давайте уже тогда выходить. Тут понятно, что победа, по идее, нам еще должны показать... Или не покажут графики. Сейчас глянем. Не, вот показали. Вот эти изменения рейтинга. Минус 5 за поражение. Давайте смотреть, что я делал не так. Ну, с юнитами все более... Ну, с крестьянами все более-менее правильно у меня было. Вот. Ну, вот синий. Как только вы вышли в 4-ю эру... У меня вообще надо было уже с 3-ей эры, наверное, коней строить. Как можно больше. Ну, вот сначала синий. Начал дофига строить. Красный. Вот более темный цвет этого... Это военные юниты. А светлые это крестьяне. Ну, и вот тут меня вынесли. Очень быстро желтый. Видите как? Чего-то я сидел, ничего не... Не ждал. Так. Чудес света тут. Не надо было больше замков, конечно же, строить. Реликвии. Золото с реликвией. Максимум крестьян. У 98 у синего было. Обалдеть. 166 у зеленого, 124 у желтого. В общем, крестьян тут надо было еще больше, как я вижу, фигачить. А не 50, как у меня. Экономическая статистика. Я мало и пищи добыл, и древесины меньше всех добыл, и камня меньше всех добыл, и золото меньше всех добыл. Это потому, что и меньше крестьян у меня было. В общем, я очень медленный чувак. Нуб. Ну, в общем, вот такая сетевая игра в Age of Empires. Надеюсь, вам понравилось. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...